МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Чрезвычайное происшествие в Рязани прорвало трубу с холодной водой. Призвание раскрывать преступления. В честь праздника Дня защитника Отечества расскажем о работе рязанского следователя. Не отступать и не сдаваться. В Рязани стартовал областной турнир по греко-римской борьбе среди юношей. И о погоде в регионе смотрите далее в нашем выпуске. Более 40 многоквартирных домов, два детских сада и одна больница остались без холодной воды. Авария произошла рано утром 19 февраля возле дома номер 41 по улице Семинарской. Сотрудники водоканала устранили прорыв. Сигнал об аварии на Семинарской поступил от жителей на пуль диспетчера утром в 7 часов. Сотрудники водоканала выехали на место незамедлительно, определили точку прорыва, начали ликвидировать аварию. По словам главного инженера предприятия, из-за низких температур здесь образовался перелом на трубе водопровода диаметром 150 миллиметров. Для производства аварийно-восстановительных работ была задействована баровая установка, которая необходима для распиловки асфальтового покрытия и того промерзшего щебеночного покрытия, который на сегодняшний момент сформировался при таких климатических условиях. Кроме того, есть установка гидропневномолота, которая еще дополнительно разбивает напиленные бары асфальтовое покрытие. По поручению главы администрации Елены Сорокиной устранение последствий аварии находится на личном контроле заместителя главы Владимира Бурмистрова. Он выехал на место для оценки ситуации и принятия оперативных решений. Сейчас проводят раскопку, сейчас установят трубу, дальше будет понятно срок устранения. Предварительно это до 4 часов дня планируем. Работаем с жителями, чтобы организовать подвоз воды. Пару машин поставим здесь на улице и гражданам, у которых нет возможности самим выходить на улицу, пенсионерам, пусть звонят в службу 112, наши спасатели принесут воду домой, питьевую воду. Для жителей организован подвоз воды у городской клинической больницы номер 8. Еще одна машина обеспечит горожан водой по адресу улицы Павлова, дом 46. Дирекция благоустройства проводит работу по посыпке песко-соляной смесью, залитого водой участка. Движение по улице Каширина, которое перекрывали для проведения ремонтных работ, уже восстановлено. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Антиковидные запреты для главы администрации Рязани Елены Сорокиной не стали причиной для прекращения личных приемов граждан. Она просто перевела их в онлайн-режим и подключила к решению различных вопросов профильных чиновников мэрии. Личный прием в режиме онлайн – это не дань моде, а ограничительная необходимость. К ответам на вопросы глава Рязанской администрации Елена Сорокина подготовилась основательно и добавила в конференцию своих замов. В один из первых вопросов сразу включились практически все. Во-первых, это было предложение потенциального инвестора. Во-вторых, тема оказалась эксклюзивной. Алексей Александрович, здравствуйте. Слушаем вас. Я к вам с таким предложением хочу предоставить компанию на самокате. Это прокаты электротранспорта, электрошеринг, электротранспорта в городе. С таким предложением, чтобы поставить электросамокаты в городе Рязани. И просим вас предоставить велопарковки для размещения этих электросамокатов. Электросамокаты – транспорт нового поколения. Но заинтересует ли рязанцев эта тема, вопрос пока до конца не изучен. И будет ли это повсеместно или в отдельно взятом пилотном районе, не ясно. Поэтому мэрия, конечно, за новые технологии, но более подробный бизнес-план явно подвинул бы отношение власти и бизнеса в практическую плоскость. Все документы коммерсант обязался предоставить в ближайшее время. А вот у общественной организации «За права женщин России» такой бизнес-план уже есть, нет помещения для обустройства там кризисного центра для жертвонасилия в семье. Совещание было недолгим. Городские власти предложили общественницам нежилое помещение в 240 квадратных метров. Устроило всех. Благодаря главе администрации Сорокиной Елене Борисовне можно провести эфир, даже несмотря на ситуацию в стране. Ковид и так далее. Благодарим за содействие, за оказание помощи в нашем вопросе. Центры помощи жертвам семейного насилия женщины намерены открыть во всех районах Рязанской области. Для этого, конечно, нужны спонсоры, но с активной помощью городских властей, говорят женщины, проблем с этим быть не должно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В честь праздника Дня защитника Отечества наша съемочная группа подготовила сюжет о работе Следственного комитета. Валерий Седов встретился с опытным следователем, узнал о его службе, интересных делах и причинах, по которым эта работа продолжает быть для него такой важной. Такое нечасто увидишь, следователь показывает свои архивные дела и рассказывает, как удалось найти преступника. Виктор Абрамов, так зовут следователя по особо важным делам, вспоминает, что в тот раз ему позвонили субботним утром. Сказали, что пропала женщина и следом, что нашлась. По телефону полицейский объяснял сбивчиво и понять, что пропавшую нашли в колодце мертвой удалось не сразу. Тело пролежало в огребной яме около месяца, причина смерти не ясна. Подозрения пали на сожителя. В доме обвиняемого, подозреваемого, на тот момент еще был проведен обыск применения криминалистической техники. Все помещения его квартиры были специально веществом обработаны и обнаружены вещи, на которых, возможно, могла находиться кровь. Это резиновые сапоги, фрагмент линолеума вырезали и под окном нашли женские вещи. Больше 30 вещей изъяли для экспертизы. На тех, о которых рассказал следователь, обнаружили кровь погибшей. Подозреваемый во всем сознался. Это был бытовой конфликт, который закончился дракой. Когда мужчина нес убитую в огребной яме, ее кровь попала ему на сапоги и на линолеум. И подобных дел было много. За почти 8 лет работы Виктор Абрамов расследовал и убийства, и разбой, и уклонение от уплаты налогов. Специфика работ в Следственном комитете обусловлена тем, что большую категорию дел расследует Следственный комитет, то есть очень широкой направленности. Поэтому дел интересных много бывает, как в общеуголовных дел, так и в уголовных дел экономической направленности. Поэтому много было дел, и в принципе было интересно, что и подстегивало к работе. А вообще Виктор Абрамов следователем становиться не планировал. В институте много его друзей ходили на практику в Следственный отдел. Виктор этого избегал. А потом друзья ему рассказали, каково там. И тогда еще студента отправили на практику в Гагаринский Следственный отдел Москвы. Руководил практикой следователь с такой же фамилией – Абрамов. В 2013-м Виктор стал общественным помощником. В 2015-м перебрался в Рязань. Сейчас уже три года работает в отделе по расследованию особо важных дел. Желился, растит пятилетнего ребенка. Как следователь, наверное, это так называемое призвание должно быть. Так и жена следователя, она должна тоже иметь такую стойкость определенную. Поначалу, конечно, она тоже переживала. Потому что ввиду неопытности, ввиду специфика работы и выходные я посвящал работе. И там задерживался и так далее, и так далее. Вот, и она по этому поводу тоже переживала. Но как бы сейчас уже опыт у нее есть. У меня есть опыт. Вот поэтому мы справляемся с этими трудностями. Сейчас Виктор Абрамов в основном занимается раскрытием преступлений в сфере налогов. Также участвует в следственных группах по другим уголовным делам. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Более ста человек из всех районов Рязанской области разыграют медали регионального первенства по греко-римской борьбе. В центре боевых единоборств юношеские баталии предваряют основной всероссийский турнир имени героя Советского Союза Федора Полетаева. Впрочем, эмоций у ребят 2006 года рождения сегодня хватило бы и на несколько состязаний. Давай, 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 давай! Давай делай, давай! Первенство области по греко-римской борьбе первое для юных рязанцев в этом году, да и вообще после карантина. Эмоции хоть отбавляй. Изоляция внесла коррективы, поэтому форма у всех разная. И частый ее недостаток многие компенсируют характером. Карантин почти целый год присутствовал, да, и не только у нас в нашем регионе, по всей России. Поэтому многие ребята сели за компьютер, кто-то сейчас вот сентября начал, подтянулись, кто-то позже вышел. А кто-то вообще не вышел на тренировки, так и остались за компьютерами, за своими. У сборной Пронска проблем с компьютерами нет. Здесь просто не принято надолго отвлекаться от борьбы. У заслуженного тренера Константина Мошкова не забалуешь. И пусть команда приехала не в оптимальном составе, на амбициях Пронской восьмерки это не сказалось никак. Кому-то обязательно победить, кому-то просто побороться. Вот, ну, там, надеемся мы на Саитова, у нас дело в том, что еще лидер один сломал руку, вот сейчас, прям позавчера. Я очень расстроился при соревнованиях, у нас вот, да, Володя просто травмировался, это очень, конечно. Мы надеемся, что до округа вот он восстановится. Кочерга, вертушка, прогиб, а затем сразу пробрасывание и дожим. Технически эти ребята выглядят вполне зрело, физически готовыми около половины. Впрочем, не отступать и не сдаваться на этих состязаниях – главный девиз. Потому что все по-взрослому и ответственно. Именно здесь разыгрываются не только медали, но и путевки в сборную Рязанской области. Чемпионат округа в следующем месяце. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В библиотеке имени Горького презентовали 10-й том книги «Солдаты Победы» 1941-1945 годов. Он посвящен нашим землякам, участникам Великой Отечественной войны, которые были призваны, жили и сейчас живут в Скопине и Скопинском районе. Данные для книги собирались из архивок, заметок районных областных газет, военкоматов и советов ветеранов. Публикация новых сведений станет еще одним важным источником информации для всех, кто изучает события Великой Отечественной войны. Мы были одними из первых много лет назад, кто начал эту работу еще по книге памяти и продолжаем ее сегодня. Я вас хочу заверить, что эта работа не будет остановлена в регионе до тех пор, пока имя каждого нашего героя не будет увековечено. Кроме печатного издания есть и электронная версия проекта, где каждый может добавить фотографии или информацию о своих родственниках, защищавших нашу родину. В данной книге помещена моя статья, посвященная Таласскому пехотному училищу, которое было эвакуировано в Рязань, в Рязанскую область в конце 1942 года и функционировало в Скопине до 1946 года. Дело в том, что училище-то оно не должно было находиться здесь, в Рязанской области. Оно должно было находиться на станции Шатки, Казанской железной дороги. Но когда училище эвакуировали, выяснилось, что казарменного фонда для училища там нет вообще. И поэтому было принято такое спонтанное решение выгрузить личный состав училища в Скопине. Было передислоцировано 239 военнослужащих. Во время презентации «Много теплых слов» было посвящено Ильде Антошиной, которая в апреле 1992 года стала старшим научным редактором областной книги памяти. Она более 20 лет руководила рабочей группой по публикации изданий книг памяти Рязанской области и «Солдаты Победы» 1941-1945 годы. 4 января 2021 года Ильда Антошина ушла из жизни. Ее работа будет продолжена. Наша святая обязанность – это сохранить память о самой страшной, самой кровопролитной войне. Сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, которые мужественно сражались в этой войне. И я считаю, что наша святая обязанность как молодежи – это сохранить и передать память о подвиге последующим поколениям. Книгу «Солдаты Победы» 1941-1945 годы доставят в библиотеке Рязанской области. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Перейдем к главным новостям, которые произошли на этой неделе. Недавно депутат Рязанской городской думы Роман Худяков на своей странице в соцсети опубликовал схему размещения нового моста через Аку. На карте видно, что сооружение планируется протянуть от села Дядьково до Дубровичей. Идея перспективная, но нужен ли этот мост, пока не решен вопрос с его Солочинским собратом. С этим вопросом мы вышли на улицы нашего города. Солочинский мост для рязанцев уже своеобразная притча во языцах. Скандальный ремонт завершили два года назад, но покрытие по-прежнему в изъянах. Суперсовременное полотно, говорят, сточилось. Теперь заказчик и подрядчик, кто из них прав, выясняют в суде. А для рядовых рязанцев получается, как у классика. Он украл или у него украли, уже неважно. Все это как одна большая неприятная история. Качество моста совершенно отвратительное. Выбойны появились практически моментально. Качество покрытия оставляет желать лучшего, потому что машина скользит просто едя по прямой. Ее сдувает даже просто ветром и легковой, и грузовой любые. Может покрытие там какое-то было, но оно все сползло. Буквально просто там через несколько месяцев оно сползло. Может быть там не рассчитано было на тоннаж. То, что грузовики, дорога-то магистральная идет в другие области. Транзитные потоки проходят. Вот, видимо, просто не рассчитали, может быть, саму толщину покрытия. И оно сползло, и получилось, что стало хуже, чем было. Просто установить знаки и развесить камеры оказалось спорным решением. Полотно от этого не наросло, только штрафов стало больше. За, скажем так, вероятно, некачественный ремонт моста сегодня платят автолюбители. Суд играет в длинную, подрядчик подал встречный иск на заказчика. Ну а пока барины спорят, у холопов трещат не только чубы, но и капоты автомобилей. Недавняя авария в 11 разбитых машин венчала странную паузу в решении вопроса. Альтернативой Солочинскому мосту может стать Дедьковская эстакада, о которой уже вовсю судачат думские фракции. Есть даже картинка и новость о миллиарде на это из федеральной казны. Сроков еще нет, но пока виртуальный Акведук до Дубровичей точно разгрузил бы эту израненную ветку. Это голос улиц. Это уже, на мой взгляд, однозначно, потому что здесь даже при нормальном функционировании в летний период сложно бывает. По пятнице, не дай бог, какая авария, там пробка в одну сторону или в другую сторону, так руиза сюда Есенина встает, я там живу с той стороны. Понятно, что Солочинский мост сегодня как больное дитя без присмотра. Ран у него все больше, они не затягиваются и сами вряд ли зарастут. Миллиард на новый мост, возможно, пригодился бы и здесь. Местные автолюбители этому точно были бы рады. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Неочищенные от снега платные парковки для коммунальщиков стали в этом сезоне неприятной неожиданностью. Машины в сугробах фактически уменьшают проезжую часть. А это десятибальные пробки, аварии и недовольство автолюбителей. И с этим точно можно что-то сделать. Очистить от снега парковки и остановки общественного транспорта. Такое поручение дал замглавы администрации Владимир Бурмистров после выездного совещания 15 февраля. Администрация города регулярно контролирует, как убирают дороги, дворы, в поле внимания ведомства и парковочные пространства. Выпало огромное количество осадков, которые заполнили парковочные места. В данный момент ведутся работы по исполнению обязательства Ростелекома по уборке своих парковок. И контролируется это даже с собственным присутствием. Потому что хотелось бы лично видеть и смотреть, как исполняет инвестор свои обязательства. В рамках объезда территории советского района замглавы отметил неудовлетворительное состояние платных парковок, которые находятся в ведении инвестора Ростелекома. С начала зимнего сезона управление транспорта фиксирует ненадлежащее качество уборки снега и платных парковок. И за этот период составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Поручение Владимира Бурмистрова уже сегодня принято к выполнению. Почищены парковки на улицах Радищева, Полонского, Введенской. Главным препятствием для качественной уборки на настоящий момент являются припаркованные на долгий срок машины. Хотелось бы обратиться к жителям за помощью, чтобы город наш был чище, включая платные парковки. Просим вас, сегодня такие улицы, как улица Урицкого, Садовая, Чапаева, частично Вознесенская, очень много припаркованных машин. Сегодня припаркуйте свои машины на других свободных местах, чтобы инвестор попытался исполнить качественно свою уборку. На тех участках, где сегодня планируется уборка, ставят таблички, предупреждающие водителей о предстоящей работе техники. Для собственного удобства рекомендуется оставить автомобиль в альтернативном месте, чтобы уже завтра получить очищенные от снега парковочные места. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Анна Герцовская, телекомпания «Город». 2021 год объявлен Годом науки, и выставка из фонда Фрязанского Кремля в этом смысле пришлась как нельзя кстати. Здесь посетители увидят ретроспективу умных вещей нескольких веков, от телевизора до утюга, прочно вошедших в наш обиход. Бытовая техника ежедневно упрощает нашу жизнь, и порой мы уже не замечаем тех благ, которые еще 20 лет назад сложно было даже представить. А 100 лет назад эти удобства были совсем в другой форме. Усовершенствование предметов быта – чайников, утюгов, швейных и стиральных машин – наглядно можно увидеть на выставке «Наука на службе человека», которая, пожалуй, вызовет некую ностальгию и породит ряд воспоминаний. Ведь кто-то из нас еще помнит такие стиральные машинки или такие радиоприемники и магнитофоны. Задача музея – прежде всего обратить внимание на вот эти вот вещи, которые человеческую жизнь окружали, можно сказать, остановить мгновение. Эти экспонаты – все из фондов нашего музея-заповедника Рязанский Кремль. И хотя мы вроде бы не технический музей, но мы исторический, а это тоже часть истории. Более ста предметов из коллекции музея-заповедника представлено на выставке. Условно-выставочное пространство делится на девять комплексов, в которых прослежено развитие телевизионной, аудио, видео, фото и вычислительной техники. У нас киноустановки различные. У нас есть общий предок всех вот этих вот киноустановок и диапроекторов. Это так называемый волшебный фонарь. Вот он у нас 1900 года, то есть самый-самый конец 19 века. Но вообще волшебные фонари такой конструкции известны человечеству аж 17 века. И действительно с помощью этого фонаря демонстрировались различные картинки, причем они могли демонстрироваться как на экране или на какой-то стенке, так и в клубах дыма, например. Большая часть предметов экспонируется впервые. Первая неделя работы выставки показала, что экспозиция откликнулась людям. В стремительно несущемся вихре современной жизни развитие технической составляющей все быстрее. Но увидеть, с чего начиналось, притормозить, задуматься, возможно, посетив выставку в Кремле. Всероссийская выставка о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны открылась более чем в 60 регионах России, в том числе и в Рязани. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Бессрока давности». Подготовка выставки стала настоящим испытанием в эмоциональном плане даже для опытных сотрудников музея. Через их руки прошли десятки документов, которые рассказывают о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, травле голодом, принудительных работах и создании несовместимых жизнью условий существования. И после монтажа этой выставки, естественно, мы стали готовить экскурсию. И у мужчин, которые работают экскурсоводами на этой панораме, уже не говоря о нас, при меня дрожит голос. У посетителей, которые уже были на этой выставке, текут слезы, воспоминания. У каждого в своей семье свои. Как знаете, вот был в свое время советский фильм такой «Иди и смотри». Вот, наверное, так же кратко можно сказать об этой выставке. Сюда надо прийти, все это просмотреть, пропустить через себя. И тогда, наверное, это будет иметь тот эффект, который заложен был изначально. Тогда, наверное, мы никогда не забудем это и всегда будем помнить. Всероссийская выставка без срока давности открылась в годовщину выступления главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Нюрнбернском трибунале. Именно из его речи 8 февраля 1946 года мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Вообще, что касается детства, тут не может быть никаких оправданий. Когда детей закапывали живыми в окопы, просто сравнивали с землей, и они там погибали. Нацизм. Ну, какое тут может быть оправдание? Все преступники должны быть наказаны. А их имена, к сожалению, до сих пор не все установлены. Вот такая выставка без срока давности. В этих преступлениях против детства, против человечности, против мирного населения нет сроков. Помимо выставки без срока давности, в Музее молодежного движения продолжает работать трехмерная панорама «Герои Брестской крепости». Здесь у вас созданы события начала Великой Отечественной войны с 22 по 26 июня 1941 года. Внезапная атака фашистов и мужественное сопротивление защитников Брестской крепости. Впереди мы видим с вами собирательный образ, рассказывающий нам о том, в каком хаосе, насколько неожиданно, война врывается в Брестскую крепость. Многие красноармейцы в спешке даже не успевают надеть военную форму. Так защитник крепости бросается на противника буквально в нижнем белье. Стоит отметить также, что в ходе сражения бойцы Красной Армии стараются экономить поиск запасы и ресурсы, что зачастую приводит к тому, что красноармейцы вступают в рукопашный бой. Здесь мы видим как раз одну из иллюстраций такого момента, где красноармейцы пытаются поразить противника с сжатым в руке кирпичом. Брестская крепость прославилась на весь мир, ведь именно она приняла на себя первый удар противников 22 июня 1941 года. Во время Великой Отечественной войны элитные силы вермахта были вынуждены потратить на ее захват 8 полных дней вместо планировавшихся 8 часов. Она стала символом несломленного духа и стойкости. Несмотря на то, что весна наступит уже очень скоро, зима не отступает. Февраль в этом году выдался по-настоящему снежный. И для тех, кто решил провести трехдневные праздники на природе, стоит сказать, что погода будет достаточно холодной. Горы снега, заледеневшие колеи, круглосуточные снегопады. В этом году рязанцы столкнулись с настоящей зимой. Она сильно отличается от предыдущей. Уже сейчас можно говорить о том, что количество осадков является чрезмерным. В связи с недавними сильнейшими за последние годы снегопадами в Рязани выпала месячная норма осадков 29,5 мм. В других районах более половины месячной нормы. Высота снежного покрова сейчас в Рязани достигает 50 см, что в два раза больше средних многолетних значений. Толщина снежного покрова по области в среднем 47 см. Местами 64, что выше нормы на 90-150%. Пока до начала марта трудно представить, к какому половодию может привести таяние всего накопившегося снега. Но разговоры об этом между рязанцами уже идут на страницах в соцсетях. Стоит сказать, что для оценки половодия более показательна не толщина снежного покрова, а величина влагозапаса в снеге. На 17 февраля запас воды в снеге по Рязанской области в среднем на 30-40% выше норма, а в окрестностях города в Рязани до 48%. На характер сроки скрытия рек величину максимальных уровней воды влияет степень осеннего увлажнения верхнего полуметрового слоя почвы грунтов. Также глубина промерзания почв и запаса влаги в снежном покрове к моменту активного снеготаяния. Также толщина льда на реках перед вскрытием, интенсивность потепления в конце зимы, даже дефпериус снеготаяния и многое другое. Сухая и слабо промерзшая почва может впитать значительное количество влаги и не допустить ее быстрое и мощное скатывание в русловую сеть. Поэтому, несмотря на перебор влагозапаса, предварительно предполагается, что максимальные уровни предстоящего плаводия на реках области будут около среднемноголетних значений. В ближайшие дни сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы. 21-22 февраля при прохождении атмосферных фронтов ожидается снег и станет немного теплее. Предварительно 23 февраля ожидается без осадков и снова придут морозы. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно о событиях нашего региона вы можете узнать на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова